Здравствуйте! Сейчас в регионе самые интересные и важные новости к этому часу в студии Олеси Кокина. В Архангельске завершается отопительный сезон. Точную дату определят на этой неделе с учетом прогноза погоды. Пока же все идет в штатном режиме. Собран необходимый запас топлива, 342 тонны мазута и более 1000 угля. Этого хватит до конца сезона. После того, как в городе выключат отопление, начнутся гидравлические испытания. Ориентировочно это конец мая, но графики в случае необходимости могут быть скорректированы. После завершения отопительного сезона сразу же начинается подготовка города к следующему осенне-зимному периоду. Этого события давно ждали не только жители Соломболы, но и весь Архангельск. На набережной Георгия Седова началась реконструкция. Она продлится три года и проведут ее специалисты в два этапа. Чем строители займутся в первую очередь, выяснил мой коллега Артемий Заварзин. Те, кто в Архангельске впервые, могут подумать. Видимо, ледоход на Двине был настолько сильным, что порушил бетонное укрепление набережной Седова. Но жители Соломболы знают, несколько десятилетий благоустройством набережной никто не занимался. Вот она и разрушилась у всех на глазах. Долгие десятилетия эти бетонные плиты, сваи и старый асфальт служили для укрепления берега реки у набережной Георгия Седова. Вариант не очень надежный и, конечно, не радующий глаз. Благодаря реконструкции набережная приобретет по-настоящему европейский вид. Здесь будет обустроена шпунтовая стенка, отсыпан грунт и проведен дренаж. Строительный кран уже на месте, рабочие трудятся. Будущее преображение набережной от улицы Кедрово до Маяковского стоит полмиллиарда рублей. Деньги выделили и область, и федеральный центр. В течение года строители возведут почти километр защитных сооружений, а уже в 2019-м набережную благоустроят. Появится прогулочная зона и спуски к воде. Место действительно историческое. Во-первых, проводиться работы будут с присутствием археологического надзора. Контракт уже с ними тоже заключен. В ближайшее время при производстве работы археолог также будет находиться на объекте. Работы будут вестись и на воде, и на суше. Движению речных трамваев строительство не помешает. Видите, как тут у нас река рядом, свежий воздух, все хорошо. Так что надеемся, что будет красиво. Скажем, так же, как в городе набережная. Вот это нам подходит вариант. А вот по какому варианту будет организовано движение по набережной после реконструкции, пока не ясно. Ведь от улицы Маяковского до Челюскинцев одна полоса пешеходная, другая проезжая. Этот вопрос решат городские власти совместно с ГИБДД. Артемий Заварзин, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Пока школьники готовятся к экзаменам, город готовится к их трудоустройству. В этом году на базе 12 учебных заведений Архангельска созданы трудовые бригады. С ребятами заключат договор на один месяц. Юные горожане будут работать 5 дней в неделю и получать заработную плату. Напомним, прошлым летом временные рабочие места получили более 400 несовершеннолетних в 13 муниципалитетах Поморья. Летние трудовые бригады школьников финансируют из региональной казны, местных бюджетов и собственных денег работодателей. А студент Архангельского финансово-промышленного колледжа Илья Серхачев представит наш регион в финале национального чемпионата молодых профессионалов. WorldSkills Russia проходит в Краснодаре уже в пятый раз. В этом году в финал вышли 1300 участников. Соревнования проходят в более чем 100 компетенциях, среди которых строительство, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Архангел-городец Илья Серхачев представляет наш регион в специальности «Плотницкое дело». Победители и призеры представят нашу страну на чемпионате мира, который в этом году пройдет в Абу-Даби. Чувственный вальс, энергичный джаев, страстная танго. И все это в одном месте на паркете Норт-Арины. В минувшие выходные там прошел настоящий праздник танцевального спорта. Традиционные беломорские ритмы, рассказывает Алексей Шмякин. Им не нужны театральные подмозки, чтобы закружить зрителей в водовороте страстей. Грациозные, пластичные, зажигательные. Участники турнира «Беломорские ритмы» два дня радовали глаз и волновали душу искушенной публики, не забывая при этом обращать на себя внимание главных ценителей прекрасного. Чем нужно зацепить судей, чтобы они тебя заметили? Я думаю, что вашей индивидуальностью, то, как вы подаете себя, то, как вы двигаетесь, это очень зацепляет. Нужно много думать над образом, над общей идеей в танце. И вот такие яркие индивидуальности приехали в Архангельск из 14 городов Северо-Запада. За два дня на паркет Норт-Арены вышли более 2000 спортсменов. Проходит Кубок губернатора. Также проходит сегодня первенство области, открытое в категории «Дети-1» и «Дети-2». И также классовые соревнования танцоров, которые в силу своей, может быть, неполной подготовленности не могут танцевать полную программу, которую предусматривает Министерство спорта. И также это открытые региональные соревнования, которые имеют статус первенства и чемпионата Северо-Запада. В каждой категории на награды претендуют и представители «Поморья», в том числе Анна Тимофеева и Олег Порядин. Если разом водрузить на них все заработанные когда-то медали, танцоры согнутся в три погибели. Конкуренты есть, но мы стараемся вам показать лучшее. В чем ваша коронка? Какие лучшие у вас танцы даются? Лутиноамериканская программа «Лучшие». Лучшими стали и сами ребята. На первенстве Северо-Запада они поднялись на верхнюю ступень пьедестала в категории «Юниор-2». Всего же в копилке спортсменов Архангельской области 67 наград. Алексей Шемякин, Алексей Карельский, Евгений Зыков. Архангельское телевидение. Это все новости к этому часу. Не пропустите выпуск в 16.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова